Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Самарский агропарк может помочь в реализации нацпроекта по кооперации и экспорту продукции АПК. Глобальная задача пока впереди. Пока же комплекс решает насущные проблемы. Как привлечь людей по обе стороны прилавка и придать импульс работе агропарка, выясняли областные депутаты и региональный ментельхоз. У самарских аграриев открылись новые горизонты. Не только обеспечить свою страну хлебом, но и увеличить поставки на экспорт. В 2018 году к зарубежным берегам отправили более 300 тысяч тонн агрокультур на сумму в 54 миллиона долларов. В шесть раз больше, чем в 2017. На это повлияли большие запасы зерна после рекордного урожая. Через шесть лет эти рекорды должны стать нормой. Рост объемов экспорта не просто целевые ориентиры нацпроекта. Повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли. Вот суть. Для этого разработаны конкретные инструменты. Увеличение орошаемых земель, что дают урожай на гора даже в засуху. Вот в оборот брошенной пашни внедрение современных технологий. В рамках нацпроекта будет качественно улучшена логистика по транспортировке и хранению зерна. Эту проблему не раз поднимал губернатор. Намеченные шаги в развитии экспортного потенциала Дмитрий Азаров обозначил в своем послании. Актуальные вопросы экспорта обсуждают на областном семинаре. Далеко не все аграрии могут напрямую выйти на зарубежные рынки. Нет необходимых объемов, юридической грамотности, даже просто времени. Еще одна проблема. Трейдеры из других регионов скупают урожай и экспортируют от себя. Минсельхоз области разрабатывает сейчас меры поддержки. И в этой связи от сельхозпроизводителей поступило предложение субсидирования части затрат по доставке зерна на хранилище. Мы сейчас этот вопрос просчитываем, определяем его экономическую целесообразность. И если будет подтверждена необходимость данной поддержки, соответствующее предложение мы представим в правительство области. Для сбыта продукции у аграрии в области есть оптимальный инструмент в самом регионе. Элеваторно-мельничный комплекс «ЖИТО» предприятие в прошлом году провело значительную модернизацию мощностей, увеличенное число автоприемов. Зерновой хаб способен совершать отгрузки любыми видами транспорта. В прошлом году «ЖИТО» поставил несколько рекордов. Принял в сутки более 3000 тонн различных культур и отгрузил 44 корабля с почти половиной всего экспортного зерна региона. Терминал может помочь аграриям с поиском покупателя и судна. Оформить сопроводительные документы. С каждым клиентом работают индивидуально. Если какую-то помощь и выгод не получат, что мы у себя будем, конечно, мы будем это рады сделать. И нам меньше проблем. То есть у себя тут понятно, что это распортировка и ближе, и удобнее. Всем муниципальным районам сейчас поставлена задача выявлять на своих территориях потенциальных экспортеров. Для упрощенной работы с элеваторами в регионе могут создать специальные кооперативы. Проработкой всех предложений областной месельхоз займется совместно с экспортерами, самими аграриями. Овощной ассорти, парное мясо, молочное и хлебобулочное изделия фермерской мануфактуры. Сельхозпроизводителям здесь удобно свой товар лицом показать, а придирчивым покупателям легко выбирать. Домашние соленья Николая Сверидова многим пока в диковинку. Использует хорошо проверенный маркетинговый ход. Дегустации. Раньше владелец подсобного хозяйства торговал на стихийном рынке. Теперь оценил все преимущества цивилизованной розницы. Главный плюс – место пенсионерам выделяют бесплатно. Даже рубля не платил никому. И очень хорошо. Очень даже тепло, светло, хорошо очень даже. И рядом. Агропарк открыли чуть более полугода назад. Строительство комплекса находилось в зоне особого внимания правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова. Идея проекта – создать для аграрии в зеленый коридор для сбыта продукта без посредников. Основная специализация агропарка – плодо-овощная продукция. Он может обеспечить до 12 тысяч тонн единовременного хранения. Реализовать свои фрукты и овощи по силам не только крупным хозяйствам, но и мелким фермерам, объединенным в кооперацию. Оптимальные условия, казалось бы, созданы. Но пока доля самарских производителей на прилавках всего 10-15%. Причина – до сих пор невыстроенный механизм объединения, считают эксперты. В работу по сплочению фермеров должны активнее включиться муниципальные районы. На создание и развитие сельскохозяйственных и потребительских кооперативов предусмотрена господдержка. Свыше 30 миллионов рублей. Такая задача поставлена и президентом страны, и губернатором в послании. Я думаю, что в ближайшее время уже те ростки, которые будем иметь в создании кооперации, это объединение продукции, одноименной продукции, производимой аграриями на территории того или иного муниципального образования, через систему кооперации должна попасть на такие современные комплексы. Еще одно узкое место – недостаточно развита транспортная доступность, что отражается на товарообороте. Сейчас к дверям агропарка подъезжает только коммерческий 295-й маршрут. И лишь изредка муниципальный трамвай. К лету ситуацию планируют изменить. Тем более, что на территории откроется отдельный павильон для розничной торговли с развлекательной зоной. А если вы не едете в агропарк, то агропарк приедет к вам. Выездная торговля фермерской продукцией с автолавок – свежая идея от законодателей. Этот ассортимент можно будет здесь собирать. Днем выезжает с микрорайона доступность. То есть, а – доступность продуктов к спамерным районам, б – это местные продукты, и ц – это фермеры, которые могли бы отсюда найти выход в реализацию своей продукции. Также агропарк может стать площадкой для реализации продукции на экспорт. К примеру, уже найдены потенциальные покупатели овощей и картофеля, выращенных на полях региона.